Полный контакт с Владимиром Соловьёвым Как ты видишь эту динамику, тенденцию по вооружению, по происходящему? Вот можно тебя сегодня использовать как выдающегося военного эксперта? Ну, насчёт выдающегося военного эксперта, это на твоей совести. Всё на моей совести. Да, не всё. Ну, тут можно сравнить две динамики, что происходит на Западе, Украина это частный случай, и что происходит в России. На Западе ситуация, опять-таки, по их оценкам, то, что я вчера сказал, последнее заявление министра обороны Великобритании. В Великобритании нет оружия, чтобы дать на Украину. Она не может дать ни танки, ничего другого, немножко боеприпасов, немножко там, по мелочи. Потому что всё оружие, которое есть, она уже выгребает из своих вооружённых сил, и она не может оставить их без оружия. В отношении, особенно, он сказал, в отношении танков, челленджер. Оказывается, ну, это было я, это было известно раньше, но не так афишировали. Кроме тех 14 челленджеров, которые они дали, больше они дать не могут. Это одна рота. 14 или 11, я не помню, сколько они дали. И потому что все челленджеры, которые они дали, это челленджер 2, они, которые есть у них, а у них есть не больше 180-200 вообще во всей британской армии, они должны бы переделать и в челленджер 3, который, тогда он будет отвечать минимальным требованиям современного танка. Таких танков у них несколько десятков, и поэтому для Украины ничего не остаётся. Самолёт в Британии они производят, она не может ничего дать. Всё время, всё больше они приходят на американские самолёты, которые не подходят для Украины. То же самое в Бундесфере. Бундесфер ничего не может дать, кроме старых танков «Леопард», которые совершенно не подходят до современного боя. А новых конструкций танков, то есть «Леопард» конструкций 7, они не могут давать. То, что есть, они понемножку будут переступить, опять-таки, усовершенствовать для своей армии. Но всего усовершенствованных танков, которые, опять-таки, подходят под минимальный стандарт сегодня танковой науки, у них всего там 34. То есть, с артиллерией положение ещё хуже. Нет артиллерии, которую они могут дать, кроме небольшого количества гаубиц, которым не хватает боеприпасов. Производство боеприпасов, может быть, доведут до миллиона. В Соединённых Штатах и в Европе к следующему году. Расход боеприпасов украинской армии пока 8 тысяч в день. И именно потому, что у них не хватало боеприпасов, они перешли на кассетные снаряды. А что касается американцев, во-первых, «Абрамс» – это очень тяжёлый танк, специфический. Очень сложный в обслуживании, в управлении. Он не очень удобный для военных боёв, да, у него хорошая лобовая броня. Но он не приспособлен к атакам сверху. Очень большое количество украинских танков, которые были на вооружении, они были поражены беспилотниками. И хотя американцы вырабатывали ракеты, которые могут быть по танкам сверху, но «Абрамс» не защищён. Это танк, который более 8 часов не в состоянии вообще. Не то что воевать, но и быть в готовом положении, потому что в любом состоянии даже экономичный расход двигателя, когда он стоит, и необходимо включать двигатель, ему хватает топлива только на 8 часов. То есть каждые 8 часов его надо заправлять. А логистика и заправка танков очень тяжёлая. Кроме того, танк тяжёлый, очень тяжёлый, около 70 тонн. Ни для рельефа, ни для почв европейских, восточноевропейских он не подходит. Все мосты, которые есть, и все переправы не подходят для него. Он слишком тяжёлый, это надо специальное оборудование специально. То есть, и самое главное, «Абрамс» в современной компоновке Соединённые Штаты прекратили производить. То есть практически сегодня ни в одной стране Запада современных танков не делают. Когда мы говорим «современные танки Абрамс» и «Челленджеры», мы их сравниваем с российскими танками какими? — Современный танк — это на один порядок меньше, чем танк Т-90 «Триумф». Т-90. Базовый — это современный танк. Т-90 прошёл модернизацию, новый. Он выше, он лучше всех этих танков. И по своим бронебойным КАКП, по своей защите. — Сколько у нас таких танков современных? Ну, просто чтобы люди понимали сравнение. — Я в России произошёл, сейчас я скажу, что происходит в России. Но, то есть на Западе танков не производят. Те танки, которые усовершенствуются, они необходимы для своих армий. Нет возможности поставлять их Украине. То, что можно поставлять, это танки, которые не подходят под современный стандарт. И последнее, что, единственное, что они могут послать, те или иные ракетные установки. Вот американский «Атомс», «Атомс» — хорошая ракета, всё хорошо. Но это дальнобойные ракеты, дальнобойные с точки зрения тактических боёв, там, 100, 200, 300 километров. Они не являются решающим оружием для боёв. То есть для боёв нужна артиллерия, гаубицы и миномёты, которые поражают цели на глубину до 30-40 километров фронта. Всё остальное, это может быть более или менее эффективно, оно не решает никогда никакой проблемы. И перейти к России. В России сейчас вводят в строй три танка современного уровня. Первый — это последнее усовершенствование Т-72. Его дотянули до хорошего стандарта. То есть переделывают танки 72 и вводят. Второе — приняли, наконец, серьёзное решение начать переоборудовать танки Т-80. Это танк с особыми своими качествами, особенно из-за двигателя. Он тебе нравится? А? Он тебе нравится, восьмидесятка? Мне больше нравится «Триумф», но Т-90, да, у него делали хороший танк, рабочий танк. Не, восьмидесятка, то есть тебе... А? Ты про восьмидесятку говорил, что не особенность. Я говорю, восьмидесятка у него хороший двигатель очень, своеобразный, новый, не новый, но необычный дизельный двигатель. И он лучший танк, который работает в арктических условиях, при морозе, при минусовых градусах. Но и для этих условий он хороший, и броня хорошая, и бронезащиту ему увеличили, усилили. Электроника хорошая, хорошее орудие, очень высокая скорость. Танк хорошая, рабочая лошадка. И сейчас поставили линию, которая производит и выпускает эти танки, и старые танки, то есть старая линия, которая работала, это Т-90, которая производит тоже в очень высоком темпе. По сообщениям, которые были, например, Т-80 и Т-90, производят сейчас, спускают с конвейера, танк за полтора дня. Через полтора дня танк выходит готовый. Не важно, базовый танк был, старый, который переделали, или это новый, который делают, Т-80 будут также и производить новые. То есть идет двумя, делают новые танки и параллельно устанавливают старые. То есть если суммировать примерно то, что происходит в производстве танков в России, еще раз говорю, на Западе не производят. Сегодня уровень производства подходит к тому, чтобы до конца года дойти до чего-то, что-то вроде бы, около 500 танков в месяц, если не больше. В год? В год, если не больше. Это наконец-то появились на линии огня усовершенствованные гаубицы, останова типа. У них чуть дальше радиус действия, большая точность, большее взаимодействие.